Жизнь у человека одна, и стоит ли ее разменивать на какие-то идеалы? Если так подумать, то именно идейные люди идут в огромной массе сейчас воевать за Великую Россию, Империю и так далее. Будь на первом месте своя жизнь, то войны было бы вести сложнее. Нет, это не правда. Как раз ровно наоборот, сегодня по значительной степени на войне воюют люди безидейные. Есть какое-то их количество, разумеется, кто записывался добровольцами, работает в ЧВК, какое-то количество идейных там есть. Но большая часть призывники – это люди неидейные. Это люди, которые на каждом моменте времени принимали для себя то самое рациональное, но не оптимальное решение. Не высовываться, не отстаивать какие-либо принципы, надеяться, что кто-то умрет первым, а ты умрешь последним. На войне люди оказываются не потому, что они готовы разменять свою жизнь ради идеи, а наоборот, потому что они не готовы были пожертвовать своей жизнью, а кто-то пожертвовал их жизнь за них. Вот как на войне оказывается человек. Снова речь идет про людей, вынужденных оказавшихся на войне, а не про идейных, которых на этой войне меньшинство. Причем по обе стороны фронта, это очень важно. Я ни в коем случае не вменяю вину или ответственность тем, кто был угнан в призывное рабство. Наоборот, эти люди, безусловно, жертвы. Но сам факт, что они жертвы, их вины нет в том, что их угнали в призывное рабство, не должно мешать нам понимать, как они в этом месте оказались трезво. Большое количество людей, оказавшихся в призывном рабстве, оказываются там, потому что на каждом этапе времени пытались выстроить свою жизнь так, чтобы, не дай бог, ничем не рискнуть. Одна из самых разрушительных идей современного либерализма, которая парализовала западные общества и буквально поставила их на путь самоуничтожения, это идея о том, что жизнь превыше всего. Я на сегодняшний день искренне могу сказать, что, мне кажется, на свете нет более разрушительной идеи. Я, во-первых, по-настоящему боюсь людей, которые так утверждают, мне кажется, неспособны на очень многое. И конец цивилизации наступает, когда люди не выйдут другой ценности, кроме своей жизни.